здравствуйте сегодня интернет просто завален забит как угодно это называется сообщениями двойниках путина точнее о том что вчера по моему вчера в москве был один путина через 10 часов и через кого-то там дагестане был другой рядом фотографии скриншоты этих видео пошли там разговоры морщинах на лбу еще каких-то признаках которые отличают одну фотографию от другой на этом фоне на этот счет вечером пообещал высказаться невзоров который однако предварил это дело тем что он остается скептиком и не хочет в это верить в эту вот в эти все конспирологические теории хотя ничего скажем супер-пупер необычного в этом нет вот следом за невзоровым позволю себе тоже сказать что не хочу ни в какие эти теории верить по поводу двойников путина их там по-разному называют и прочее вот не хочу что называется сердцем не хочу правда разум подсказывает несколько иное и явно так сказать намекает и обращает внимание на определенные факты так вот факты эти на мой взгляд совершенно не те о которых уже который ход твердит совершенно мной неуважаемый профессор валерий соловей о которых твердит непонятно кто скрывающийся за заставкой под сказать должностью под званием генерал свр вот это все не ко мне вот эти все дела я хочу обратить внимание на другое на то о чем ну рискну завису никто не говорил до этого а если говорю то это было не слышно или это не услышали также как собственно вряд ли это видео наберет десятки тысяч или сотни тысяч просмотров и его начнут обсуждать но тем не менее вот чуть больше пару тройку недель больше десяти лет прошло как если не ошибаюсь по моему 6 июня 2013 года выходя из театра либо в антракте театрального спектакля оперы балета не помню чего не суть важно на тот момент в общем то не самому главному и основному российскому телеканалу путин со своей женой сказали что их брак прекращу после этого никто не видел свидетельство о разводе вроде как и прочее и мотивировали это там разными всякими вещами что она устала от вот этих вот это его так сказать политической деятельности и хочется мужа иметь рядом ну и прочая прочая ерунда из-за из-за из этого же набора но это был еще раз повторю июнь 2013 2012 2012 дмитрий медведев которого на тот момент с 2008 по 2012 в качестве президента россии как-то в общем то я бы сказал даже уважали на западе отказался участвовать в выборах и в общем то прошли там сейчас не помню не суть важно были ли какие-то спойлеры и кандидаты еще кроме путина ну понятно что президентом стал путь после четырехлетнего перерыва когда он трудился премьер-министр после этого ходили разные разговоры о том что медведев собирался и еще избираться ему там выкрутили руки я еще раз хочу обратить внимание на даты 2012 путин перри сбрался уже навсегда 2013 в июне произошел случился развод если бы ситуация была такой как допустим у лучшего друга путина шрёдера которые на данный момент свои там не знаю уже 83 под 80 женат пятый раз как бы ну после 1 2 3 нормально меня и человек жен и жены на это соглашаются окей в остальных случаях может истории знает какие-то примеры но в крайнем случае современная история 20 21 века примере того что действующая глава государства неважно какого и не важно в какой части света будучи именно действующим головой разводится с женой или бывают главы государства женщины значит соответственно короче суп супругом или супругой разводится я чуть не припомню может меня поправят может где-то чего-то и было но в принципе так сказать распространено точно не широко и его вообще по разряду эксклюзива и тут вдруг глава такого государства ядерного прочее прочее фактически наследник советской и российской империи тут вдруг вот жена ну просто не выдерживает никому в голову не приходило что с 2012 по июнь 2013 она просто терпела из последних сил рядом с собой пусть не часто пусть только публично но тем не менее рядом с собой чужого человека то есть того путина который носил чемоданчик за собчаком который там и под уголовное преследование вроде как должен был попасть и сесть тюрьму за те или иные махинации в общем за всю свою деятельность в санкт-петербурге и дальше потом которого избрали у ли ельцины компании семья как тогда говорили избрали преемником и все все прочее прочее что на момент выборов 2012 года того путина уже не было и не битьем так катанем пряниками кнутами всем вместе его на тот момент уже вдову уговорили убедили побыть какое-то время в качестве жены так сказать легитимизировать вот это все а потом пообещали за молчание за участие в этом спектакле пообещали свободу и деньги все остальное и в общем то насколько можно судить все это она получила но опять же плюс с ее стороны в качестве бонуса тоже не сильно где-то выступать и после этого уже вот сейчас там на руку сыграла пандемия когда можно было устраивать эти там 5 8 метровые столы дело в том что не сам ну то есть если исходить из того что настоящего путина уже 2012 не было то дальше все эти рассказы о тех или иных тяжелых заболеваниях того же соловья смысле заболеваниях не соловья заболеваниях российского президента они может быть даже и правда и поэтому основного скажем наиболее похожего наиболее справляющегося с ролью путина персонажа действительно берегут от любых инфекций от прочего а еще 235 без разницы сколько их еще есть остальных ну тех можно и не жалеть даже где-то если застрелит или заразиться чем-то общаясь в засос там с жителями мариуполя с дагестанцами еще с кем-нибудь ну через время подготовит еще такого же более или менее похожего тем более на фоне отсутствия по факту отсутствие настоящего путина сравнивать то ну все сложнее и сложнее но тут тут так там морщинки такие скулы шейка ушки причесочка цвет волос ну все это уже получается вторично и соответственно и в том числе точнее в первую очередь поэтому этот так сказать путин в кавычках коллективный в данном случае поэтому и не меняет никого из своего скажем ближайшего окружения из кабинета то есть те кто с ним общаются вот с тех пор в том или ином качестве но кто-то может 12 были введены потом но их тщательно проверили чтобы они тоже не проговорились то есть менять сильно качественно и так сказать рубить с плеча коллективный путин тех кто стоят за этим коллективным путиным позволить себе не могут поэтому выдумывают разные всякие отговорки оправдание и прочее 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 чем это закончится ничем хорошим это не закончится в первую очередь для всех этих путиных от нулевого и первого точнее варианта до какого там имеет место быть и для россии и для украины для всего но пока все будут обсуждать вот так все таки есть двойники или нет и чем они болеют и как болеют и когда умрут и что будет после этого а задайтесь вопросом а вообще изначально последних как минимум 10 лет царь настоящий ставите здоровы слава украине живи беларусь